к сожалению память на моем телефоне закончилась незаметно и я не успел вот это показать вот ну тут осталось немножко позаниматься для первого случая у нас такой сильный контр-ажор вот и тени на дальнем плане они будут такие голубовато-сиреневые то есть мы можем взять что-нибудь красно-фиолетовое добавить туда что-нибудь синенького это нам позволит нарисовать горизонт такой будем считать что у нас это поле горизонт у нас холодный поле перемещаясь к переднему плану будет освещено солнцем то есть она будет очень насыщенным очень таким ярким я делал например таки живут а раньше вот и тени на этом поле они будут плотными то есть мы можем использовать тот же синий фиолетовый оттенок который у нас был чтобы показать какую-то фактуру усилить цвет на горизонте можно и я хочу там нарисовать какую-нибудь дерево в контр-ажоре с дереву в свету она будет сильно засвечена делаю пара таких дрипов и подчеркиваю их внизу тенью то же самое делаю например вот с этой стороны березу такую и усиливаю тени которые у нас не засвечены вот а также можно сделать пушку леса с правого угла чтобы поддержать композиционный тональный всю эту картинку также может нам понадобится длинная кисточка у нас получится некое поле потенение еще усилим тут что рисует тоненькие детали кисточка нужно такая почти сухая чтобы протирочку получалось вот одна картинка вторую картинку надо будет сделать здесь лесочек для того чтобы сделать лес который освещен светом против свет против солнца нам понадобится такая вот дрипанная кисточка который мы расставим такие желто-оранжевые пятнышки а потом в нее уже мы впишем цвет зелени пока она еще мокрая зеленку мы сделаем из синих и охристых и они должны быть плотными на дальнем плане там там у меня некие такие перелесочки которые я потом перебиваю более теплым цветом уже освещенного леса для этого можно и желтые использовать и зеленые и синие все что у вас в арсенале есть так а вот тени надо будет сделать из ультрамарина и может быть зеленые в ц против света у нас в пучках травы которые топорщатся мы можем видеть очень яркие чистые цвета на просвет то же самое может происходить с деревьями которые освещены ярко таких задачах не заменим кадмий зеленый ой кадмий желтый который мы мешаем с какими-нибудь синими оттенками вот и все это дело мы подчеркиваем тенями тут не надо бояться плотных тонов потому что в контражере тени они очень плотные чем плотнее тень тем больше будет картинка похоже на настоящую есть такая тенденция из-за того что акварель она прозрачная постараться избирать плотных тонов и в некоторых случаях это действительно оправданно если например вы пишете какие-то легкие сюжеты то конечно логично там делать все через чистые прозрачные цвета например могут быть туманные какие-нибудь утро яркие закаты но в каких-то случаях нам тень она только поможет дело в том что все что мы воспринимаем это результат того что мы видим контрасты мы замечаем разницу между освещенной и не освещенной частью между теплой и тусклой поэтому контраст темного и светлого это тональный контраст который является базой для изображения дело в том что у многих людей цвета ощущение может быть ослабленного обычно тонально они видят все очень хорошо поэтому для каких-то дальтоников чудеса импрессионистов импрессионизма могут быть недоступны но гравюры оценить гравюру оценить тональный рисунок углем они всегда смогут что эндрю вает своему сыну джейми рекомендовал никогда не ошибаться в тоне и в рисунке потому что покрасить ты сможешь всегда чем угодно а вот сделав правильные тональные отношения твоя картинка уже получится ну удастся по крайней мере для первого взгляда зрителя вот дальше вот здесь я думал опять какое поле то есть все картинки а тут придумал с заниженной линии горизонта соответственно земли здесь мало но чтобы она совсем не пропадала сделать такое значит важно не красить если вы делаете какое-то поле чтобы у вас поле по всей своей ширине было одного цвета у вас должен происходить какое-то изменение оттенка не только по мере удаления от зрителя но и слева направо например в пятне это обогащает и живопись и сам сюжет делает интереснее вот тем более что в реальности за счет того что освещение неравномерно мы тоже все воспринимаем разных оттенков то есть лес например слева и справа за по мере удаления от солнца он тоже будет менять свой цвет это может какую-нибудь наметить деревню вот тут сделать тень от лепей а тут из этой тени можем вывести травки и чтобы не было скучно на переднем плане можно сделать любимую елку на фоне неба темные деревья часто бывают таких неразличимых тонов немножко добавить тепленького в нижнюю часть а 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 На линии горизонта указать дальний лес в сине-фиолетовом. Для этой картинки можно сделать что-нибудь поконтрастнее. Например, тоже такое уже планополе. Такое вот оранжеватое, с красноватыми оттенками, которое постепенно перемещается направо и становится более насыщенным и холодным. Удаляясь, он более оранжевым будет. И, например, тут идет дорога. А на поле могут быть какие-то ритмические полосочки. Так, теперь лес на заднем плане. Немножко травок вдоль дороги. Готово. Треба. Рис. Готово. Рис. Рис. И тут можно выбрать цвет, чтобы положить желтенького. Таким образом, что можно резюмировать из силуэта? Несмотря на разные состояния неба, можно создавать вполне эффектные и реалистичные картины, пользуясь ограниченным количеством колеров, которые вы перед началом работы должны придумать, намешать в достаточном количестве. И чередуя вот так вот кисточки, как я показываю, получить эффектный результат. Метод нескольких кистей, он широко используется в масляной живописи, но почему-то в акварели применяется редко. Поэтому я рекомендую, пропагандирую опыты владения другим материалом применять на практике. В данном случае масляные приемы применять в акварели. На самом деле, в течение своей жизни надо попробовать различные материалы, для того, чтобы понять, что вам интереснее и ближе. И тогда ваш подход к изображению, он будет более индивидуальным, потому что вы будете применять те приемы, которые вами опробованы, продуманы. И вы их понимаете лучше. На этом спасибо. Извините, что время телефона я не учел. Вернее, память телефона не учел свободно. Поэтому получилось разделить на несколько кусков это видео. Всеобщих творческих успехов.